Новый представитель четвертинальный фейтинг для три по смешанным единопорствам. Последний весной категории на 77-м не играл. Красный, но продолжается борец. Александр Никишенко, Украина. Красный, но продолжается борец. Красный, но продолжается борец. Красный, но продолжается борец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вот как раз мимо Алексея Ганенко, я так понимаю, что и находился в спарринге какое-то время. И Никита Осипов, представитель клуба «Кузни» из города Краснодар. Два уже, ну, это опытные ребята, безусловно, опытные. Посмотрим, сколько сумбура будет, или сколько отсутствия оного сумбура будет и у того, и у другого. О, подскользнулся. Обидно. Представитель клуба «Сталинград», кстати, похожий друг на друга. Да, довольно сильно. Вот чем этот спорт тяжелый, не терпит ошибок. Подскользнулся, где-то нога ушла. Никому это не интересно. Да, да, да. Никому это не интересно, здесь никто не будет останавливать. И можно проиграть бой таким образом. Всегда есть место случайности, спортивный фарт, судьба, если хотите. Такое тоже случается. Касаемо Владимира Дубагрея. Сталинград, 18-летним бойцом, чемпион России по кикбоксингу, призер чемпионата мира по ММА, чемпион России по ММА, бронзовый призер чемпионата Европы по смешанным былым единоборствам. 2013 года, кстати, который в Италии был мастер спорта по кикбоксингу, перевел, посмотрите. Да, свип он сделал так называемую. Слип, здесь потихоньку, потихоньку начинают подбираться. Опять же, повторюсь, физическая сила сказалась очень сильно. Не хватает сталинградским ребятам в физике. Никита Осипов, чемпион, обладатель первенства России по Панкартиону, двукратный чемпион Краснодарского края по ММА, призер чемпионата Краснодара по грэплингу, кандидат в мастера спорта по смешанным единоборствам по ФСБшной версии и обладатель Кубка Черного моря 2012 года. Вот он как раз и помощнее, причем серьезно помощнее, обратите внимание. Не суетятся спортсмены, так уверенно работают. Ну, кстати, что вот по поводу Владимира Дубагрея, что по поводу его техники, скажете? Ну, выучено оно очень хорошо именно физически, ой, именно технически. Посмотрите, завалил на себя сейчас Никита Осипов. Абсолютно непонятное движение, что он сейчас придумал. Зачем он это сделал? На спину, я думаю, он не отдал. А вот не удержался. Не удержался, а на височку? Смотрите, какой переход. Не пойдет, ножка не зафиксировал. Ой, хороший. Я думаю, треугольник не отстает. Ой, хорош, и один, и другой. Ну, как здорово, а? Качели. Не потерялся, совершенно спокойно скрутился, вышел. И дальше вот та иллюстрация, как выходить из подобных замков. Много часто спрашивают, пожалуйста. Наблюдайте, потом на тренировке под руководством опытных наставников пробуйте. Смотрится очень эффектно, конечно. Такое чувство, смотря на Никиту Осипов, на его лицо, что так и задуманно у него был. У него бой идет по плану, что он отдает позиции, потом выходит с них, опять отдает. Опять вот, пожалуйста, фу, маунтин, бей, никаких проблем. В общем-то, все довольно просто. И что, и сразу будем шею искать? Соперника, если он тебе шею не отдает, нужно бить. Да, да, да. А здесь высоковато сидит, высоковато, тяжело здесь, тяжело. Надо вывешивать. А как ты вывесишь, если он тебя закрыл? Сейчас еще, ну, такие два не перевернулся. На себя... Развернется. Да, 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 Владимир. Треугольник на поясе расцепится и... Не понятно. Не пойдет. Апкик. Разрешено здесь, видно, бить ногами. Ну, пока, вы знаете, позиционная игра с тратой большого количества сил. И если хотите моменты, у Никиты Осипова здесь появляется преимущество. За счет того, о чем мой коллега по репортажу Алексей Гадменко и сказал. Александр Шлеменко еще говорил, что любая физическая сила и выносливость побьет любую технику. Согласен. Саша знает, о чем говорит. Тем более, что и он сам, и его бойцы, и мы видели, каких результатов они уже добились. Подустал Владимир. Вот, практически та же картина. Тяжелые ручки стали. Ну, Никита почувствовал, что называется, что соперник ему позволяет работать. Ну, все равно с осторожностью надо работать. Потому что соперник может взорваться все равно. Как бы он не устал, но на один удар он силу всегда найдет. Левый сбоку. Красиво работает Владимир. Ну, вот красиво, но зачем? Трата сил. Эффектно, но неэффективно. Трата сил, бэкфист в защиту, хайкик туда же. Улетел, а удар ногами, все то, что выше пояс, это расход. По ходу, по всему мы увидим второй раунд. Да. Ну, 10 секунд за 10 секунд, если ничего там не случится, как вот попадание. Прямо сейчас. То, вторая пятиминутка. И посмотрим, и посмотрим, что здесь будет. У меня такое чувство, что ребята из Сталинграда, они как будто один человек выступал. И такой же бой так же складывается. Да, зеркально. Похоже очень. Зеркально практически. Согласен, Алексей, и здесь. Абсолютно та же картина, причем видна и манера подготовки. Все у тебя есть. Все есть. Бороться вот именно с партером, они выучены просто прекрасно. То, что касается выносливости и то, что они позволяют, в принципе, оппонентам делать в стойке, это не очень хорошо. И здесь, посмотрите, раз, два и все. В принципе, из этого положения ничего уже не сделаешь. А, и можно сделать. Для этого надо идти дальше уже, отпускать руку и переходить куда-то. Да, да, да. А он начал вставать. Ага. Спокойно перекатился, развернулся плечом. Сустав пришаровидный, поэтому это движение тут можно сделать. Да, плечевой сустав, он самый гибкий как бы. Видно по сталинградской школе, у нас что они делают упор? Делают на технику абсолютную тренировку. Да, да, и явная вот работа по канонам именно советских школ единоборств. Если мы сейчас вот затронем эту тему слегка, пока начинается второй раунд, все практически российские представители, те, кто бьются по ММА, начиная вот старого поколения и заканчивая поколением молодым, все технически выучены очень здорово. Очень здорово. В отличие от американской школы. Которые корявые, кривые, как турецкие сабли. Но зато физика такая, что он и 5 по 5, и 7 по 5 тебе простоит. Никаких проблем. Это просто особенность подготовки. Сейчас как раз подрастает уже и новое тренерское поколение, в том числе, которое говорит о том, что ребят... Александр Шлеменко, имею в виду, и ваши методики, скорее всего, этим отличаются, что ребят работаем на физике. Попал, посмотрите, справа-то попал сейчас. Надо отбивать. Вот это да, вот это сейчас взорвался Вадим Дубогрей, правым сбоку зацепил. И сейчас, если не отпустят... Заигрался Никита Немальевич. Да, слишком рано поверил. Нельзя было здесь кувыркаться. Да, посадишь на себя в маунт. Боюсь, что с этим пропущенным ударом силы ушли, Вуники, да. И вот нет почему-то контроля. Я не понимаю. Да, да, именно контроль позиции не хватает. Просто, просто, ну все же у тебя здорово. Ты сидишь на сопернике. Причем сидишь уже высоко. Колени в районе подмышек. Упрись руками, никуда не денешься. Он из-под него вылезает, как будто из-под мешка. Вот не понимаешь. Настолько классно борется и настолько же легко отдал выигрышную позицию. После попавшего удара бей. Все, ничего не надо делать. Бей. Выпрями спину. И что такое? Мое мнение, что это больше не спортсмен как бы не дорабатывает. Это ошибка тренерского штаба. Да, такое ощущение, что вот говорили. В этой позиции делай что-то, то и прием. И прием, и заканчиваем. Работы за позицией не ведутся, либо ведутся чуть-чуть не в том направлении. Вот в этом, кстати, я и вижу парадокс. Поскольку техника партера ММА, она своеобразная. И здесь видно, что он выучен. Это здорово. Не может такого быть, что люди, поставившие ему подобную технику, не умели работать над контролем позиций. Я в это не верю. Так не может быть. Но надеемся, если поставить физику на такую технику, будут отличные бойцы вырастут из этих ребят. Я думаю, что тренерский штаб поработает над этим пробелом. А Никита Осипов молодец. Вот сейчас он в этой позиции восстановился. Единственное, что влез в треугольник. Ну, опять же, физическая сила не хватает. И опять, смотрите, за счет физической силы пытался встать. Ему как раз выгодно в этой ситуации немножечко пересидеть, просто восстановиться. Прекрасно это Владимир понимает. Не дал он соперника. И дает встать. Решил, может быть, в стойке разобраться. Вы еще заметили такую закономерность, что в первом бойце в бою Сталинградский сделал такой камбэк, как называемый. Сел в маунт, дальше убить. Что здесь? Интересные ребята, конечно, с Волгограда. Там ударная школа всегда была хорошая. И ударная школа. Видно, что партеристы оттуда теперь очень хорошо. Видно, что дух у них очень такой присутствует. Сталинград. Ну, а как иначе? Название обязывает. Это та недавняя картинка, попавшаяся на простой всемирной паутины, почему мы победили, я думаю, помните, да? Французские жители при входе гитлеровцев в Париж, а советские граждане при входе фашистов в Сталинград. Смотрите, решили в стойке порубиться. Никита понимает, он пропустил удар, соперник обозначил преимущество, и мы сейчас надо переводить. Где-то он может побаиваться этой рубки. После такого-то, да. Тем более, вот этот раунд, все-таки в этом раунде Владимир Дубагрин не больше понравился. Просто больше, именно по бойцовскому духу. Посмотрите, какой свип интересный. Нет, выучка прекрасная, прекрасная выучка. На эту выучку чуть-чуть наложить бы силы. Я думаю, мы увидим третий дополнительный раунд. Здесь есть за что его давать, я согласен. Мне бы очень даже хотелось это сейчас. Попал. Попал. Здесь, конечно, да, здесь сейчас дорабатывать. Немножечко побить, 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 побить. Легко обходит, в принципе, гар. И сразу в маунт. Ну, бей, бей, закрепиться и бить. Треугольник. Зачем? За 10 секунд вряд ли он Никита отдаст бой. Да еще, да, да еще и снизу оказывается, да еще и силы тратит здесь. Плечо высоковато. Нет. Нет, не убрал ручки. Нет, ну пока руку не уберет, задушить-то не нужно. Как одной рукой. То есть, теоретически, сейчас задушить, конечно, есть. Но практически против бойца твоего уровня. Здесь два бойца очень ровненькие по уровню получились. Хороший бой получился. Замечательно просто. И в стойке порубились, и в партере, и в неплохую технику показали. Где вот этот боковой удар? Вот он. Бум. Болтануло. Еще и второй раз попал, кстати. Он даже не видел, куда бился. Ну, удар в направлении. Удар в направлении. Но попал чисто в подбородок. Да, подобным ударом, помним, Федор Емельяненко, Андрей Орловский. Тоже, вокруг этого удара было разговоров больше, чем самого боя. Ну, лично мое мнение, что он его заманил туда. И Федор выцеливать любит. Я думаю, Федор выбросил акцентированный удар на оптик направлении. Я считаю, что он удар не видел. Как мне показалось. Но это опять субъективный. Ну, с такой амплитудой, я думаю, даже если в лоб попал, он бы все равно был бы направл. Могу руку сломать. Это Федор. Это Федор. Ну, и вот что сейчас. Логично, логичным было бы давать экстра раунд. Насколько эти ребята готовы на три по пять, не знаю. Поскольку это все-таки гран-при. Здесь один из спортсменов должен идти дальше. Ничью давать нельзя. Что делать? Вот что здесь организаторы, именно те креповцы, они попадают в довольно сложное ограничение. Давай третий раунд. Нужен третий раунд. Нужен третий. Испытание? Да, испытание серьезнейшее. И потом понятно, что ребята будут очень долго восстанавливаться, кто бы не победил. Здесь оба они достойны победы, но набившая Аскумина может быть фраза, что победители здесь бывают один. Ну, и судя по работе секундантов... По-моему, он сломал. Обратите внимание, припук. Готовят, готовят они их на третий раунд. Вот это, кстати, нравится. Сейчас пытается Владимир продышаться. Спокойно, причем, прикрывает немножко глаза, восстанавливается. Надо выпрямить ножки Никите Иосифову, чтобы кровь циркулировать начала. Здесь, да, здесь хороший вариант был бы вообще лечь на спину, а ноги забросить на клетку. Ну, как вариант, да. Чтобы немножко кровь стекла. Стекла, потому как минами это придумано, в общем, и довольно давно в различных армейских частях, по крайней мере, практикуются такие вещи. Не надо, не надо, не надо. Здесь все правильно. Выпрямил ноги. Дышим, 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 дышим. Или же все скажут судьи вот именно своим вердиктом. Итак, обратимся к судейским запискам. Третьего раунда не будет. Победу одержал Дубогрей. Город Дубогрей. Ванюр Дубогрей здесь оказывается победителем. Вот опять-таки, все это судейские решали, я не правил, не обсуждать, не комментируйте, каким образом. Но было бы логично, конечно, третий раунд. Возможно, он не предусмотрен регламентом. Если нет, значит, по концовке, в концовке было активнее, конечно, было. Решили, как решили, и он идет дальше. Можно посчитать. В первый раунд 10-9 выиграл Никита Осипов, а второй раунд за счет нокдауна 10-8 выиграл Владимир Дубогрей. В принципе, нокдаун, здесь же вы сами понимаете, не суд этого отдельно. Ну, близко был к победе очень. Это да, это да, близко к победе, практически нокдаун, ну, фактически нокдаун, стоячий так точно. Но я бы посчитал 2018. Ой, 10-8. По раундам даже, да, по раундам подобным образом. Так что, в общем, мы имеем судейское решение. И Дубогрей в полфинале. Ой, ой, ой.